Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы разберем очередную песню группы Tokyo Hotel. Песня называется Ich bin nicht ich. Итак, давайте приступим. Первый куплет. Meine Augen schauen mich müde an und finden keinen Trost. Мои глаза устало смотрят на меня и не находят утешения. Ich kann mich nicht mehr mit ansehen. Bin ich los. Я больше не могу на себя смотреть. Я безликий. Alles, was hier mal war, kann ich nicht mehr in mir finden. Все, что здесь когда-то было, я больше не могу в себе найти. Alles weg, wie im Wahn. Sieh mich immer mehr verschwinden. Все пропало, как в бреду, я вижу, как постепенно исчезаю. Вот такой вот первый куплет. Давайте его подробнее разберем. В первой строчке нам встречается глагол anschauen, который переводится смотреть на кого-то, смотреть кому-то в лицо. И он здесь говорит Мои глаза, meine Augen, schauen mich müde an, устало смотрят на меня. И вот эту вот фразу надо держать в голове, чтобы потом понять, как переводится дословно фраза Ich kann mich nicht mehr mit ansehen. Давайте, собственно, к этой строчке перейдем, потому что Und finden kein Trost здесь все дословно. Не находит утешения. А вот эта третья строчка, если бы не было вот этого mit, то тогда она бы переводилась четко, как я перевел. Я больше не могу на себя смотреть. Вообще вот это mit можно добавить к любому глаголу, и получится совместное действие. Я что-то делаю с кем-то еще. И здесь mit ansehen. Он имеет в виду, что он больше не может вместе со своими глазами на себя смотреть. То есть его глаза на него самого смотрят, а он уже не может этого делать, потому что вот он себя уже не выносит. Дальше вот он говорит Ich bin ich los. Я безликий, я здесь перевел, Но дословно, как бы вот это вот los, это отсутствие чего-то. Ich, это я. То есть я без я. И видите, мне здесь подчеркивает Google Docs, что такого слова не существует. Действительно, это так. Но в песне, конечно, звучит интересно и красиво. Тем более, что ich los зарифмована с Trost, и получается такая очень оригинальная рифма. Ну и дальше дословно. Alles, was hier mal war, kann ich nicht mehr in mir finden. Alles weg, wie in wann, sie sich immer mehr verschwinden. И здесь я бы хотел прокомментировать только последнюю строчку. Я перевел вижу, как постепенно исчезаю, потому что, ну, по-другому по-русски и не скажешь. А если бы мы попробовали перевести это дословно, получилось бы вот что. Я вижу себя все более исчезать. И это на самом деле, вот это вот я вижу себя исчезать, это очень древняя конструкция, которая присутствует еще в древнегреческом языке даже. И эта конструкция называется akusatilus cum infinitivum. Мы когда в университете активно учили греческий, все время очень радовались, когда находили эту конструкцию, распознавали ее, и, соответственно, могли нормально трансформировать фразу, чтобы она хорошо звучала. И каково было мое удивление, когда я обнаружил, что в немецком эта древнегреческая конструкция также присутствует и встречается достаточно часто. Суть ее заключается в том, что, вот видите, я вижу себя все более исчезать. Вот это вот себя, это akusatilus, по-немецки мы бы сказали akusatilus, винительный падеж, а исчезать – это infinitiv. И почему это отдельная именно конструкция? Потому что akusatilus и infinitiv, они образуют единое целое. То, что мы по-русски переводим предаточным предложением. То есть, я вижу, как я все более и более исчезаю. Вот так вот надо было бы перевести это предложение прям дословно-дословно, учитывая особенность вот этой конструкции. Так что, если будете в немецком встречать вот такого рода предложение, то не удивляйтесь, просто переводите обычным дополнительным предаточным. Итак, поехали, переведем теперь. Прочитаем и переведем припев, потом разберем. И тем, что теперь еще от меня осталось, я быть не хочу. На улице небо висит криво, а на стене твое прощальное письмо. Я не я, если ты не со мной, я одинок. Здесь можно прокомментировать, что по структуре предложения вот эти вот две фразы написаны через запятую. То есть, Wenn du nicht bei mir bist, bin ich allein. Если ты не со мной, я одинок. То есть, первое место занимает вот это предложение, поэтому дальше здесь инверсия. Bin ich allein, а не как по классике было бы, ну не по классике, а если бы не было вот этого дополнительного предложения, зависимого, то вот это вот было бы ich bin allein, подлежащее, сказуемое, потом все остальное. В третьей строчке Очень хорошее слово übrig и вообще конструкция übrig sein, оставаться. Часто вот эта вот конструкция еще в сочетании с глаголом bleiben употребляется. Bleiben, оставаться. Можете запомнить, ну как пример вот эту фразу. Это будет переводиться еще что-нибудь из этого продукта осталось в наличии. Ну и дальше надо понимать, что вот это предложение связано со следующим и опять же поэтому у нас и инверсия и тем, что теперь еще от меня осталось. Will ich nicht sein. Я быть не хочу. Draußen hängt der Himmel schief. Интересное такое предложение. Хотя комментировать здесь конечно особо нечего, потому что переводится оно дословно. Und an der Wand и это мы повторяем опять то же самое, что у нас было здесь в начале припева. Итак, припев мы разобрали, теперь пойдем, прочитаем и переведем второй куплет. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und was noch wichtig ist. Я больше не знаю, кто я. И что еще важно. Das ist alles irgendwo, wo du bist. Ohne dich durch die Nacht. Все это где-то там, где ты. Без тебя Я сквозь ночь. Ich kann nichts mehr in mir finden. Was hast du mit mir gemacht? Я больше ничего не могу в себе найти. Что ты со мной сделал? Ich sehe mich immer mehr verschwinden. Я вижу, как постепенно исчезаю. Итак, разберем. Das ist alles irgendwo, wo du bist. Я думаю, имеется в виду вот все то, что важно, это все где-то там, где ты. Ohne dich durch die Nacht. Ich kann nichts mehr in mir finden. Тут тоже все дословно. Was hast du mit mir gemacht? Тоже дословно. Видите, вот этот вот куплет у нас очень-очень простой. Единственная интересная с точки зрения грамматики фраза это последняя, но мы ее уже разбирали. Итак, теперь прочитаем кусочек припела. Здесь просто одна фраза меняется по сравнению с припевом, который был в начале. И потом сразу же прочитаем третий куплет. Will ich nicht mehr sein. Ну, я уже уверен, что вы знаете, как это переводится. Тем не менее, поехали дальше. Ich los mich langsam auf, halt mich nicht mehr aus. Я больше не хочу быть. Я постепенно растворяюсь. Я больше не могу себя терпеть. Ich krieg dich einfach nicht mehr aus mir raus. Я никак не могу вытащить тебя из себя. Egal wo du bist. Komm und rette mich. Где бы ты ни был, приди и спаси меня. В первой строчке интересный глагол auflösen. Так и переводится, растворяется. Halt mich nicht mehr aus. Глагol aushalten. Тоже такой хороший. Выдерживать, терпеть. Давайте напишем его три формы. Aushalten hielt aus hat aus gehalten. Следующее предложение интересное, потому что глагол kriegen в любом случае очень интересный глагол. Часто используется и в разных совершенно значениях. Самое базовое, наверное, значение это заполучить что-то. Kriegen. Etwas kriegen. Но здесь, поскольку у нас глагол rauskriegen, видите, приставка улетела в самый конец, и rauskriegen что? dich и откуда aus mir. Из-за вот этой вот приставки, из-за предлогов, которые здесь есть, из-за контекста переводится именно так. Я никак не могу вытащить тебя из себя. Следующая фраза egal wo du bist. Где бы ты ни был. Я здесь немножко трансформировал эту фразу, а дословно переводится egal. Это без разницы, а wo du bist где ты. Без разницы, где ты. Come und retomis. Приди и спаси меня. Это императив. Ну и всё, собственно говоря. В самой песне они там потом повторяют припев, потом вот этот вот третий куплет тоже повторяется в перемешку с припевом. Видите, тут как бы я в скобочке взял. Вот так вот это выглядит. Ну и, в общем-то, всё мы с вами разобрали. Больше здесь ничего нет. Если вам было интересно и полезно, то ставьте лайк. Если вы ещё не подписаны на канал, при этом изучайте немецкий язык, то подписывайтесь. У нас здесь будет ещё много чего интересного. Если вам в принципе нравится то, что я делаю на своём канале, то у вас есть возможность поддержать меня на патреоне или на русскоязычном аналоге патреона busty.to. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Auf wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Пока. Всем пока.